Байден сдался Путину. Путина заподозрили в применении тактики дзюдо. Байден согласился учитывать обозначенные Путиным красные линии. Если верить выводам провластных российских СМИ, то Москва однозначно переиграла Вашингтон во время переговоров. Хотя даже в Госдуме говорят всего лишь об осторожном оптимизме. Эта встреча американский лидер, похоже, ждал с нетерпением, так как в начале диалога он не сдержался в выражениях радости. Медиа в России старательно поддерживают портрет сильного лидера. Если Путин на встрече один, значит он храбрый. Если рядом с Байденом помощники, он немощный. Спустя час после завершения саммита появилось всего одно, но показательное фото. Путин проводит переговоры без посредников, Байден в компании помощников. На столе у Владимира Путина блокноты и несколько шариковых ручек для заметок, аппаратура для конференц-связи и все. Байдену в ситуационной комнате, самом защищенном месте резиденции американского президента, помогали сразу четверо. Среди них и глава Госдепа Энтони Блинкен. Настоящая причина настолько разной картинки отличия в протоколах. Администрация Белого дома – команда. Она приходит и уходит вслед за президентом. Кремль – территория одного человека, фактически бессменно остающегося у власти более двух десятилетий. Для Владимира Путина принципиально важно, что он встречался с Байденом, что он был сам и выдержал эту встречу, что эта встреча не хуже встречи Си Цзиньпина, что их, по сути дела, трое таких настоящих пацанов на весь мир. Это он, Байден и Си Цзиньпин, и они определяют архитектуру этого мира. Соответственно, особенно на внутренний рынок это продается, как мужчина и Путин опять всех переиграл. Переговоры закрыты, а значит, интерпретировать первые их результаты приходится по сообщениям пресс-служб. На сайте Белого дома короткая заметка об итогах встречи. К сегодняшнему дню она уже не в топе повестки Вашингтонской администрации. На странице Кремля пространная статья о том, что разговор носил откровенный и деловой характер. И отчет о встрече – по-прежнему ключевое событие. Беседа длилась два часа. За это время лидеры обсудили двусторонние отношения и мировую безопасность, иранскую ядерную программу. На самом деле у двух президентов повестка для обсуждения очень и очень широкая. Все-таки на Украине свет клином не сошелся, как бы того не хотел Киев. Попытки федеральных медиа размыть суть переговоров особенно очевидны, если сравнивать их эфиры с тем, что звучит с американских экранов. Провластных российских медиа цитируют консервативные американские СМИ. В этот раз их мнение отвечает к кремлевской повестке. Американского лидера обвинили в том, что Вашингтон просто не в диктовать Москве свои условия. В каком положении США сейчас? Высокая инфляция, растущая безработица, стагнирующая экономика. Президент, который не может совладать с повесткой дня, который находится в явном когнитивном расстройстве. И в то же время мы видим Россию, позиции которой гораздо лучше. Единственный вопрос, который имеет значение, как вмешательство в дела Украины помогает интересам США. Но никто в США об этом не спрашивает. В обзоры реакции на переговоры попадают только подходящие цитаты и комментарии. Слова для заголовков подбирают специальные. Путин сказал, заявил, объяснил Байдену вред экономических санкций. Любые приемы и инструменты сгодятся, чтобы убедить аудиторию. Москва все-таки переиграла Вашингтон на переговорах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова